Экономика, культура, образование, трансграничное сотрудничество – темы, которые обсуждали на встрече представители двух сторон. Отдать приоритет одной невозможно, поскольку все они важны и все они взаимосвязаны, тем более, что Брестская область находится в непосредственной близости с Польшей. А это подчеркнул губернатор региона Анатолий Лис, хорошие возможности для продвижения товаров, капиталов, услуг. Пока весь потенциал между регионами не использован. По итогам 9 месяцев этого года объем внешнеторговых операций Брестской области в Сеспублике Польша составил около 225 миллионов долларов США. Нас радует, что темп просто возрастает и в этом году к уровню 2015 года мы приросли где-то на 30%. Вместе с тем нас пока не радует, что сальдо пока у нас отрицательное. То есть мы из Польши возим больше товаров, чем продаем. Хотя в этом году наметились неплохие тенденции и вот этот прирост товарооборота, он прежде всего произошел за счет того, что мы больше стали поставлять товаров на польский рынок. Это прежде всего деревообработка, это плиты ДСП. Вот Ивацевич и Древ у нас активно работают с предприятиями польскими. Нас это радует. Ну и другие группы товаров сегодня возрастают. В этом году сотрудничество заметно активизировалось. Тому способствовало проведение ряда встреч, которые проходили по инициативе обеих сторон на межправительственном уровне. И руководитель польско-дипломатической миссии Конрад Павлик и глава региона Анатолий Лис неоднократно высказывались об эффективности и больших возможностях программы «Трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина», в рамках которой осуществляются десятки проектов в различных сферах – от образования, спорта и туризма до экологии и поддержки инфраструктуры регионов. Брест – важное место, важный город и в плане транспорта, инфраструктуры, сотрудничества тоже в области культуры, туризма. Проходят именно через Брест главные трассы, не только дорожные и железнодорожные, но тоже речные. Тут есть огромный потенциал для сотрудничества. Как вы знаете, в этом году был очень активный календарь, приезжали многие министры, в том числе и министры транспорта, речного судоходства. Поэтому хотим тоже этот вопрос логистики и вопросы, связанные не только с логистикой, и транспортом, и инфраструктурой, тоже обсуждать. Конрад Павлик на встрече предложил руководству областного центра придать Бресту статус безвизового города для польских граждан. Пойти, по примеру, Гродно. Этот вариант развития событий возможен, но и соседи в таком случае должны пойти навстречу. Но это уже компетенция правительств двух стран, подчеркнул губернатор Брещины. В целом я поддерживаю и считаю, что мы в этом плане должны работать и абсолютно на оригинальном уровне мы поддерживаем такую политику добрососедства, о которой сегодня говорится. И она будет развиваться, я уверен, в дальнейшем. Поэтому, в принципе, это правильное направление. В центре внимания участников встречи были такие вопросы, как миграционная ситуация на белорусско-польской границе, а также совместная организация форума регионов двух стран, модернизация водного пути Е40, популяризация истории по лесу. Рассматривался и вопрос, касающийся образования. Недавно был подписан договор образования между Польшей и Белоруссией. Вчера ратифицирована палата представителей, который открывает многие возможности сотрудничества в области обучения. И может способствовать и созданию обмена молодежи и так далее, и так далее. Поэтому тут это не только открывает возможности для столиц и научных центров, но тоже для регионов. Разговор состоялся важный и актуальный для обеих сторон. А посему, это вывод всех участников встречи, необходимо предпринимать шаги, позволяющие улучшить и ускорить процесс. Польша, страны, с которыми белорусский народ всегда связывали не только экономически, но и дружественные отношения, тема добрососедства и сейчас весьма актуальна.